Ну и кто бы вы думали мог заставить меня проснуться в 7 утра в выходной? Вот это вот любительница саундтреков. Да, у меня получается уже 7.01, пока я тут собирался снимать. И нет, я встал так рано не для того, чтобы послушать премьеру, а для того, чтобы примерно через пару часов выглядеть как человек более-менее, чтобы её послушать вместе с вами. Поэтому увидимся с вами через несколько часов. Час спустя, короче. Всем привет, дорогие друзья! Вы думаете, утро добрым не бывает? Это правда, но не сегодня, не 3 мая. Потому что сегодня вышла композиция Lady Gaga Hold My Hand, которая предназначается для фильма Top Gun Maverick с Томом Крузом в главной роли. Ни фильм, ни песня официально в России не выходит, но это не помешает нам насладиться как минимум саундтреком. Собственно, давайте в первую очередь поговорим, что это вообще такое. Конечно же, к Гаге у меня особое отношение, особое всё в этой жизни. Поэтому на неё реакцию я снимаю спустя полтора часа, как выходит песня. Но, конечно же, это заслуга всё-таки майских выходных, иначе бы я сидел на работе и затем не на работу к девяти. Возможно, я реально снял бы реакцию. Ну ладно, короче, да, у Гаги опыт с саундтреками на самом деле очень хороший, потому что она и Tilt Happens to You записывала, да, даже была номинирована на Оскар с ним. И даже сборник саундтреков целый, то есть «Звезда родилась», в которой она также сыграла главную роль, и за которую, за саундтрек, который получила, собственно, и Оскар. То есть Гага в плане саундтреков, она идёт правильной дорогой, и я думаю, что всё-таки этот саундтрек тоже не останется незамеченным. Хотя после того, что дом Гуччи полностью прокатили, хотя я говорил, что этот фильм достоин Оскара. В общем, да, вообще слухи про саундтрек ходили очень давно. То есть я помню, то ли год назад, я помню чётко, что были новости про какие-то саундтрек, какому-то Top Gun и так далее. То есть, и, возможно, он должен был и выйти год назад, если бы не пандемия или прочие какие-то обстоятельства. Я уже не помню, из-за чего он не вышел, но как будто бы он давно уже готов. То есть он давно готов, как мне кажется. То есть он ждал своего часа, своего времени, как и фильм, собственно. То есть если «Евс Билли Айриш» получилось по-другому, да, что саундтрек выпустили спеша ко всему, я не знаю, к чему они там спешили, а в итоге фильм вышел только через год, но всё-таки Билли даже отхватил за него Оскар. То есть здесь как бы всё-таки решили подождать и выпустить саундтрек перед фильмом непосредственно. То есть фильм, по-моему, у нас 27 мая выходит в прокат в мире или в США, я уже не помню. В общем, что у нас остаётся неизменным? Неизменным остаётся тот факт, что Леди Гага приняла в этом участие и даже записала, я так понимаю, какой-то небольшой видеоклип, который, к сожалению, мы не посмотрим в данной реакции, потому что его просто на данный момент нет, а я терпеть не могу. Я просто видел какой-то маленький 10-секундный отрывочек, но я его даже сразу не смотрел, я его выключал на первой секунде, но я видел, что Гага там и вот так, и вот так она там, и в клипе, и вот так. То есть, скорее всего, это будет что-то по типу расширенного трейлера на 4 минуты, только со вставками Гаги на фоне самолёта с вот этой вот классной гравировкой LG. Сама Гага тоже представлена в довольно таком милитаре стиле, ну, не совсем прям уж утрированном, да, но у неё есть вот эти вот штуки, как их называют, я уже не знаю, которые на шее, да, то есть у неё майка такая. В общем, да, боевого характера. Как вы поняли, в общем, песня очень свежая, прям вот просто с пылу, с жару. И я не знаю, будет ли она номинирована на Оскар, будет ли она популярна в чартах, я уже прочитал некоторые комментарии, и люди говорят, что это Before I Cry 2.0, где-то говорят, что это похоже на Perfect Illusion, так далее, так далее. У меня нет никаких ожиданий, но в основном мне кажется, что это будет звучать больше как Shallow, наверное. Чуть-чуть похоже с Shallow, потому что всё-таки саундтрек, понятное дело, что он должен быть неэкспериментальным, скорее всего, в случае с Гагой. Вот, ну и к тому же, к тому же, текст песни, который она по кусочкам нам то там, то там, то там выкладывала, да, в течение недели, или когда там анонс был, по-моему, на прошлой неделе был анонс, вот, она выкладывала эти кусочки, отрывки текста, и там понятно, что текст, в общем-то, обо всём и ни о чём. То есть, ну, вроде бы, знаете, вот как Сия пишет, то есть, держись, всё будет хорошо, I'm alive, be free, you're the greatest, вот такое вот, то есть, как бы, мотивашка, я не знаю, то есть, hold my hand, что можно ожидать от текста на эту песню? Я, конечно, не приуменьшаю, там, писательский талант Гаги, естественно, особенно после того, что мы знаем, сколько всего гениального она написала, действительно, да, в музыке. Но, всё-таки, мне кажется, что этот текст не будет отличаться особой какой-то смысловой нагрузкой поэтичности и будет просто создан для того, чтобы красиво вписаться в фильм. И, насколько я понимаю, в фильме он будет практически в последней сцене что-то там такое, то есть, его не на вот эти вот уже титры последние, а всё-таки он будет в какой-то сцене в фильме. Именно поэтому, вроде как, у этого трека две версии. Я надеюсь, что ничего не забыл сказать. Ещё хочу упомянуть, что над этим треком работал Бладпо. Бладпопа это продюсер. Очень многие недолюбливают за то, что он сделал хроматику с Леди Гагой, за то, что он повлиял на хроматику в том ключе в музыкальном, что она стала каким-то евро-дэнс-альбомом. Я, на самом деле, ничего против сильно не имею, но всё-таки считаю, что хроматика могла бы быть поинтересней, потому что некоторые песни надоедают и так далее. Ну, ладно, давайте мы не будем в это скатываться. Просто хочу сказать, что у меня нет никаких негативных мыслей по поводу того, что Бладпоп приложил к этому руку, потому что это, думаю, его отличный шанс реабилитироваться перед теми монстрами, которые в комментариях его, в общем-то, хейтят. Короче, в общем, я, да, много разговариваю, но перед тем, как мы всё-таки послушаем Hold My Hand, я хочу сказать, что у меня есть Телеграм и ВК, обязательно подписывайтесь для тех, кто следит за каналом, кто смотрит канал и кто боится его потерять в случае, если с ним что-то случится из-за всех всем известных обстоятельств. Вот, ну, ВК у меня это как архив, куда я сливаю видосы на всякий случай, чтобы они там просто были. Ну, а в Телеге мы с вами общаемся, поэтому подписывайтесь обязательно, очень рекомендую. Насколько могу у вас там стараюсь развлекать. Ну, а мы поехали. Всё, давайте уже от винта. Подождите, подождите, вот так, мне уже нравится. Значит, пять секунд прошло, пять секунд. Ну, вы готовьтесь, что эта реакция будет слишком дробной, потому что это всё-таки гага. Первое, что мне напомнило, вступление Love Me Right. Тоже там издалека как будто бы, но здесь у нас уже такие какие-то машинные заедания. Мне нравится, давайте. Мне нравится, мне определенно нравится. Слушайте, я просто оставил себя на мысли, что как будто новая эра начинается. Я очень рад, очень рад. Очень вокал похож на саундтрек A Star Is Born. Это, в принципе, логично, но потому что, как бы, они, я так понимаю, возможно, даже в один период были записаны, да, кто знает. Но, во-вторых, во-вторых, всё-таки, это саундтрек. Возможно, Гага для себя выбрала такой путь, что она не будет делать супер-поп-композиции, вот, и даже, видите, Blood Pop здесь всё-таки, видимо, постарался сделать её более такой, какой-то, что ли, элитарной, более какой-то классической, да, классическим саундтреком, вот, в современном понимании, естественно, в понимании современной поп-музыки, вот, но при этом всё равно, видите, вот эти вот задания в начале дают знать о том, что это всё-таки электронный продюсер работал над этим треком. А голос у Гаги, конечно же, очень похож на Before I Cry, очень похож на Tell me, Tell me, Cause I'm gonna cry I am the fan You need me То есть вот прям я чувствую, я вот прям пропеваю, и у меня ощущение, как будто вот из этой песни это. То есть, серьезно, вот сейчас прям вот есть такое чувство, прям щелкнуло. Мощно, мощно, и это был очень похожий дроп на Before I Cry. Я слушаю песню в первый раз, поэтому вы не можете мне ничего говорить по поводу моей неэмоциональности сейчас, я просто стараюсь вникнуть немножечко в песню. Видимо, она не настолько какая-то для меня прям супер. Я вот, я вот представляю, как это будет в наушниках, потому что вот эти вот прям вот очень нравится. У меня еще такие наушники, вакуумные, объемный звук там. Я останавливаю каждые 3 секунды еще и потому, чтобы можно было поговорить нормально про трек, потому что авторские права. Так, ну что я могу сказать? По первому куплету припеву можно 100% отметить, что все-таки это действительно классический саундтрек. я уже даже вижу сцены в фильме, который ни разу не смотрел и не знаю вообще, что такое Top Gun Maverick и что такое Top Gun, никакие части не смотрел, но я примерно уже представляю, в каких сценах и какие планировки даже кадра будут, потому что это абсолютная классика, это абсолютный шаблон для того, чтобы вот в таких боевиках такие песни играли. Это неплохо, но это и невыдающееся что-то, то есть тут нужно это признать. Держи меня за руку, все будет хорошо. Я слышала с небес, что облака будут серыми. Притяни меня ближе, заключи в свои объятия. Я вижу, что тебе больно, почему ты так долго ждал, чтобы сказать мне, что я тебе нужна. Я вижу, что ты истекаешь кровью, тебе не нужно показывать мне это снова, но если ты решишь, то я поеду в эту жизнь вместе с тобой. Я не отпущу тебя до самого конца. Так что плачь сегодня ночью, но не отпускай мою руку. Ты можешь выполнять все до последней слезинки. Я не уйду, пока не пойму, я обещаю тебе. Просто держи меня за руку. Текст вполне обычный, ничего интересного, но для боевика в самый раз. Да, это очень похоже на саундтрек Star is Born. Но я не могу ничего с собой поделать. Действительно, звучание очень похожее. Вот. И мне нравятся вот эти вот то есть на заднем плане это вот что-то такое, знаете, какой-то каркас создает, который делает песню что-ли более крепкой. Вот. Потому что, возможно, если бы это была баллада без таких вот каких-то ударных, то это было бы похоже именно на балладу. А балладу, не знаю, хотел бы ли я балладу. Наверное, нет. У меня мурашки пошли, мурашки, все. Да, это были эмоции, которые нужно было испытать. Я очень хочу это в наушниках послушать. Вот этот вот дроп в припеве это все. Ну, конечно, да, то есть я сейчас пытаюсь насладиться. Я не наслаждаюсь в полной мере, да, потому что все-таки не могу у себя вызвать яркие эмоции по поводу этой песни, потому что она вызывает ощущение, что я ее уже слышал. Именно из-за саундтрека Старый сборн, где Before I Cry просто выбило из меня все дерьмище, когда я ее в первый раз услышал, а во второй, и в третий, и в четвертый, и в пятый. И как бы вот на второй раз такая песня, она уже не вызывает таких ярких эмоций, но она все еще подходит под описанием мощной какой-то пауэр-поп-баллады, что ли, да. Конечно, время покажет, будет ли это по-настоящему легендарной композицией, саундтреком и так далее, вот. Но пока что вот мы можем только говорить о том, что это действительно классический поп-саундтрек к фильму. Я хочу это петь в душе. скрипочки, скрипочки. Отвечаю, отвечаю. Это Before I Cry 2.0. Вот серьезно. Нет, у меня нет никаких плохих эмоций от этого. Я наоборот рад, счастлив и так далее. То есть, ну, конечно, я не буду, скорее всего, эту песню много слушать. Вот, честно признаюсь, потому что все-таки да. Но, опять же, я ничего не говорю. По первой реакции просто вот свои мысли пытаюсь прям сразу извлекать. И это очень похоже на Before I Cry, потому что там тоже есть такой ход, где Before I Cry I I I I И вот не хватает только в конце. What I Say What I Wanted To Say Could You Say И вот там Before I Cry То есть, вот этого не хватает. Если сейчас это в конце будет, я просто, наверное, буду смеяться. Ну, не знаю, у меня истерика просто уже начинается. Серьезно. Это прям калька. Ну, я не знаю, это не хорошо, не плохо. Это просто вот факт. Вау, какие там гитары. Вау. Ну, что? Песня у нас прослушана. С вами это был сингл Lady Gaga Hold My Hand, а вернее саундтрек к фильму Top Gun Maverick, который видит 27 мая, насколько я понимаю. И что я могу сказать по этому поводу? Песня меня не удивила практически ничем, потому что это мы уже слышали в сборнике саундтреков Lady Gaga к фильму A Star Is Born. Хорошо это или плохо, я не знаю. Конечно же, хотелось бы чего-то интересного и нового. Любой материал, в принципе, от Gaga это всегда большой подарок, и я как фанат, который привык смотреть на все с точки зрения хорош, и даже что-то типа стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Я могу сказать, что это отличный подарок среди музыкальных будней, тем более я рад, что Gaga дает каждый год о себе повод поговорить. В 2020 это была Хроматика, в 2021 это был джазовый альбом и Хроматика Down of Chromatic Remix. В этом году у нас уже есть Hold My Hand, и неизвестно, что еще будет, потому что впереди полугода больше, чем. И мы еще не знаем, куда там дальше что пойдет, куда завернет, может быть, она действительно выпустит какие-то там вот эти вот мистические, по слухам инсайдеров, какие-то песни с Хроматики, Deluxe и так далее перед туром, да, то есть, возможно, Love Me Right официально выйдет, но реакция на Love Me Right уже есть, поэтому об этом мы говорить не будем, скорее всего. То есть, неизвестно, но во всяком случае мне очень нравится, что Gaga каждый год стабильность что-то все-таки о себе как-то напоминает, и это очень здорово. Но с музыкальной точки зрения здесь не то, чтобы ничего нового, здесь как бы ничего даже и удивительного, то есть, она так и пела, и вроде классно, вроде бы это должно впечатлять, не знаю, у меня эффекта какого-то особо сильного не вызвало. Конечно же, эта песня получит свой момент, и в свой момент она будет у меня максимально какая-то, знаете, эмоциональная, то есть, она будет для меня всем, скорее всего. Так происходит очень часто с песнями, которые в моменте у меня оказываются самыми наиболее прослушиваемыми, то есть, попадают в мои эмоции, попадают в мой нерв и так далее, то есть, и в данном случае с хорошей погодой, я думаю, часто этой песне настанет очень быстро, но, как мне кажется, по моему личному мнению, из первого прослушивания, песня ничем особенным не отличается, то есть, такая же песня спокойно могла быть на сборнике, и именно из-за того, что есть ощущение, что мы ее уже слышали, у меня она вау-эффекта не произвела. Должна ли она была вообще произвести этот вау-эффект? Я думаю, что не должна была, просто от Гаги всегда ожидаешь чего-то вот такого, но мне все равно радостно, радостно, не надо, по моему лицу не должно быть этого видно, мне реально радостно, что Гага все-таки продолжает свою деятельность музыкальную, и будем с очень таким большим интересом ждать, что же она нам покажет на своем новом альбоме, который еще даже не анонсирован, и просто ждем, просто ждем. Такие вот у меня эмоции по поводу саундтрека, я не знаю, пишите свое мнение обязательно в комментариях, потому что я знаю, что очень много людей, которые смотрят мой канал, пришли в том числе и за Гаги, смотрят тоже и за Гаги, возможно, поэтому жду очень сильно ваше мнение, и я просто смотрю на Spotify, так что куда-то нужно взгляд девать, это вы думаете, что может мне там все по сценарию, нифига, вот, такой бред по сценарию, конечно, надо еще постараться. Все, на этом у нас как бы реакция подошла к концу, обязательно пишите свое мнение в комментариях, ну и увидимся с вами в следующем видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok